Доброе утро, город! В эфире Сургут-24. Дополнительных денег – это безвозмездные поступления за счет программы сотрудничества. Кроме того, ожидается и рост собираемости налогов. Деньги направят на повышение зарплат бюджетникам, выплату стипендии спортсменам и тренерам по итогам выступлений на крупных соревнованиях, ежемесячную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет, строительство школ, развитие жилищной сферы и другие. Откорректированный документ рассмотрят на заседание Кружной Думы 21 апреля. К этой же дате в парламент должны внести инициативу об освобождении от налогов IT-компаний, которые отчитываются по упрощенной системе налогообложения. На федеральном уровне ноль поставили для больших компаний, а те, которые на ОМСН, будет 5,5%. Вам поручение понятно всем? Сели, пожалуйста, и лучше, чем у других регионов сделайте. Там 3 рубля потери, но зато приобретение существенно будет. Финансовая потребность Сургута на ремонт образовательных учреждений – 1 миллиард рублей. Об этом стало известно во время заседания Социального комитета Городской Думы. Вместе с тем ежегодно на восстановление школ и детских садов направляется сумма в 5 раз меньше, чем необходимо одномоментно. Не исключение 2022-й. Предстоящим летом на текущее капитальное обновление учебных заведений выделили 210 миллионов рублей. Глобальные работы ждут детские сады Гусельки, Лели, Филипок, а также один из корпусов гимназии – лаборатория Салахова и 29-ю школу. В Доме города поинтересовались, есть ли риски срыва ремонтной кампании из-за подорожания стройматериалов. Сегодня все сметы проходят экспертизу и тут уже как 50 на 50. В любом случае есть риски в связи с экономическими событиями сегодня. Но мы не имеем права перескочить через стоимость экспертизы. Будет однозначно аукцион проведен на те суммы, которые нам придет экспертизу. То есть в процессе работы, если что-то подрядчик думает о том, что он не вписывается, это уже в руководстве. Сегодня подрядчик рассматривает же свою материальную базу в состоянии, цен на рынке. И это удобно его нести, если он заходит на аукцион. В школах Сургута появятся уроки мужества. Идею от имени инициативной группы выдвинул депутат Михаил Бехтин. Он предложил проводить занятия на постоянной основе с полным охватом учащихся 4-11 классов. Это около 40 тысяч ребят. Основной площадкой авторы ведет мультимедийный парк «Россия. Моя история». Глава департамента образования Сургута Ирина Замятина отметила, что патриотическому воспитанию в школах внимание уделяется и сейчас. Но ввести урок мужества в основную образовательную программу невозможно. Дополнительный час не пройдет, например, по нормам Санпина. Но препятствий тому, чтобы добавить такой предмет в программу воспитательной работы нет. Департамент образования поддержал и площадку парка «Россия. Моя история». В тестовом режиме первые занятия здесь могут пройти уже 23-го либо 30-го апреля. Условно говоря, каждая суббота еженедельно проходит урок мужества в разных форматах, используя ресурсы как образовательной организации, собственно, как и площадку парка «Россия. Моя история». Здесь единственная тревога, кто будет спикером, кто готов на постоянной основе, учитывая то количество детей. Это понятно, что будут 35-40-минутные уроки, презентационные материалы, которые будут подготовлены и будут францироваться. Ожидается, что до конца календарного года уроки мужества проведут для полутора тысяч учеников сургутских школ. Спикерами станут представители ветеранских организаций, бывшие правоохранители и военные. Над Югрой в честь победы в Великой Отечественной войне традиционно пролетит бессмертный полк. Пилотажная группа «Барсы» поднимется в воздух вместе с портретами ветеранов. Пилоты поддерживают акцию уже четвертый год подряд. Семь самолетов пролетят единым строем над Сургутом, Нефтьюганском, Ханты-Мансийском, Мегионом, Лангипасом и Нижневартовском. До 4 мая активисты принимают от жителей фотографии родственников, которые воевали на фронтах Великой Отечественной. Каждый житель может отправить, не только житель нашего округа, но и житель всей страны, может отправить нам в ВКонтакте, в нашу официальную группу, пилотажную группу «Барсы», портрет своего родственника. Мы его красиво выставим у нас на самолете. И с 9 и 7 мая полетим вместе с ними. А с 7, 8, 9 и 10. Вот примерно такой график еще пока уточняется. Через 10 метров поверните налево. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Цирковое шоу «Львов и тигров» с 16 апреля. Сургут, Сити-Мол. Все раздражает. Что мне делать? Все достало. Работа, дом, здесь. Чувствую, что нервы сдают. Стал очень нервным. Позови, что делать. Доктор Гужагин. 8, 9, 7, 2, 5, 2. Давайте знакомиться. Мы – студия путешествий «Соловей». С нами очень удобно исследовать этот мир. А еще мы знаем почти все о детском отдыхе. Детские и подростковые лагеря. Международные, языковые и тематические. От 37 тысяч рублей. Это точно лучше, чем дома за компьютером. Кстати, действует акция «Кэшбэк 20%» за отдых в России. Студия путешествий «Соловей». Улица Никольская, 8. Телефон в Сургуте – 79-99-28. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Та-там! Ваша мама! А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе, волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умный домофон и Телеплюс помогают. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok